Итак, с чего начать? Для начала важно правильно вычислить размеры требуемого колпака. Конечно, отталкиваясь от изделия, которое необходимо накрыть. У меня уже есть макет, для него я и буду делать колпак. Все просчитав, вырезаю на циркулярке стенки и крышку. Рез, конечно, не идеальный, поэтому лучше не спешить с подачей и немножко увлажнять, чтобы акрил не плавился. Хотя я полностью этого не могу избежать. У меня все равно акрил получаются колотый и немножко подплавленный. Кстати, если вам интересно, на чем я режу, у меня есть коротенькое видео с этим агрегатом. Переходите по ссылке. Так, наконец-то вырезал. Защитную пленку снимаю полностью, иначе она в местах примыкания приплавится к акрилу. На больших листах, если вы делаете большие колпаки, защитку можно оставлять, зачистив только места примыкания. Собираю короб, обязательно перед этим протерев и почистив акрил. Скрепляю стенки буду бумажным скотчем. Склеивать буду на дихлорэтан, так как он достаточно хорош в этом деле, и после него не остается больших следов. Конечно, если проливать стыки аккуратно. Ну, а в этом деле без аккуратности и внимательности никак, а иначе получится халтура. Склейку колпака я разделяю на два этапа. Сначала собираю стенки, внимательно пролив стыки. Даю высохнуть и склеиться поверхностям. Это первый шаг. Он может занять разное время, в зависимости от размеров и условий в мастерской. Следующий шаг – это крышка. Все опять повторяются, все те же процедуры. Собираю, накрываю, склеиваю, проливаю. Главное – внимательно. Ну, вот и результат. А если вам интересно, как я сделал такой вот маленький, небольшой макетик, переходите по ссылке. Спасибо за просмотр!